Мчим по дороге, выложенной зеленым кирпичом, как в страну чудес, к великому Гудвину. Сейчас, и скоро, никуда не уходи. Друзья, привет! Ну, как вы поняли, мы опять на фанатике. Сегодня официальное открытие этой грандиозной пивоварни. И ребята собрали весь сок крафтового пивоварения Украины. Со всех концов Украины сюда съедутся пивовары, любители, основатели, фанатики, короче, этого дела. Так что и мы посмотрим, мы что же, фанатики, пошли посмотрим. Уже чувствую запах жареного мяса, барбекю-зона. Здравствуйте! Добрый день! Привет, привет, привет! Как ваши? Ну, уже, уже, да, запах чувствуется. Куда идти? Пиво, виски, ром. Вот это встреча, я понимаю. Все, все по феншую. А пашку и пашку? Ты ешь за рулем. Это прям ошибка века, если честно. А оператору? А кто прикинь, он за рулем. Посмотри на этого человека. Это единственный человек здесь за рулем. А что делать? Кто его приглашал? Я за рулем. Мы сами приехали. Мы умеем. Что с рукой? Сломали, плохо строил. Я понял. Нашли бока. Разрешили. Еще и бока есть такие? Чуть-чуть. Были, после этого уже нет, да? После этого он уже все исправил, все в огнях. Понятно. Приехали, я чокаться, собрался. Это мое. Да, приездом. Спасибо. Поднимайтесь на второй этаж. Там уже практически все. Там уже экскурсия. Да, вы же были на экскурсии. Мы были, да, на экскурсии. Мы уже здесь все видели. Отдыхайтесь, отдыхайтесь, наслаждайтесь. Впереди много чего интересного. Спасибо. Мы в предвкушении. Пошли. Раздевалочка. Я так думаю, под бутылочку как раз сделали. Пошли вперед, смотреть, что там у нас. Доносится музыка. Я так чувствую, мы будем снимать без слов, потому что ничего не слышно будет. Все по фэншую, но ничего не слышно. А вон пивоваренка маленькая. Там, наверное, уже коллаборация идет. Пошли посмотрим, оборудование лучше. О-о-о-о. Тут будет дискотека, походу. Класс. Не перестаю офигевать. Классности предприятия. Это что? Качанбол. Капустой. Попробуем? Ес! Ес! О! Теплообменник. А мы его не видели? Теплообменник такой. Очень похож. Да? На киевский. Да. Ну, объем такой же, да? Класс. С счетчиком своим. Да. Классно. Ну, какой же пивоварный праздник без солода. Настоящий пивовар закусывает пиво только солодом. И пьет такими кружками. Ну, как-то так. Надрались. Да? Ребра стынут. Ребра стынут. Ребра стынут. Что стоишь? В бургаре ребра мясо на пиве. Где наши ребра стынут? На улице. На улице. Вы просто здесь теряете время, на самом деле. Да. 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 отлично просто просто замечательно компания конечно такая сразу я соберемся официальный немножко речи мудоты но без этого никуда до презентация команды потом кучу конкурсов и потом дегустация пива до позднего утра нормально заведение от заката до рассвета вампиры будут зависит от того кто какое пиво будет пить если начнем мешать темное со светом боюсь туда провиски я вообще молчу ну да друзья но у нас я так понял собирается огромная коллаборация будем идти на рекорд да и более того мы в этой коллаборации будем делать вообще не стандартный продукт это будет бельжам 3 то есть одно изображивание у него будет цк т второе дображивание будет дубовой бочке реки дображивание будет скорее всего опять же в дубовой бочке или в теге посмотрим как это будет но мы туда будем добавлять еще один очень важный ингредиент трюфель черный трюфель настоянные на виски соответственно это уже в конце перед розливом мы будем задавать эту штуку почему такая не я пришла но это подрей кролов пришел и сказал что типа давайте что-то сделаем вот такое вообще такое что вообще дома просто голову не лезет черный трюфель добавляем ну ладно и после этого пришла идея еще экстракцию сделать на виски мы обратились к ребятам good wine валик посоветовал руслана за московного это крутейший сомелье купажист он вчера приезжал к нам и он посоветовал нам вот это вот виски непосредственно это виски настоять с черным трюфелем посмотрим что получится что это вообще такое блин черный трюфель на десятилетнем виски будет будем посмотреть да тут не разберешься просто так пока не сделаешь готовый продукт будет где-то примерно через два может быть три месяца но отлично будем ждать будем ждать начинаем фанатеть да начинаем фанатеть начиная это не блюдо растягая это приказ очень очень хорошая варочная комната тут сразу же можно да и дальше работать я люблю свою работу никогда как это можно не любить а здесь творится сейчас магия игорь колдует да хоть какие-то заклинания столь и говорится понятнее было что-то там с ведьминой матери связанных пошли там пройдемся по тарталеткам что ли оба это мой любимый этот как она при все правильно это сыр при вонючая скотина но вкусный а ты хоть я на на я не ну снимай народ но заждались ребра вперед на абордаж ребра погода замечательная все капец и не пробьешься нифига какая красота ты посмотри и посмотри это ребра как настоящие как настоящие да да попробуйте это лучшее ребра это лучшее ребра однозначно чуть остренького халатиня не спешите пожалуйста не соус барбеки не могу уже просто удержаться понимая какие они вкусные руки постоянно тянутся да мясо расползается просто это действительно очень очень вкусно с кусочком халатиньо зачет немножко остро да спасибо ты настоящий друг давайте 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 давай а ты не хочешь не зря я тоже ладно потух не покушай коллаборацион варка коллаборационная идем 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 ребрышки были замечательные бургер вот такой а тут опять тарталетки но сколько можно блин а о коллаборационная варочка ну не пробьешься какая-то магия пошла ну я прикоснусь пивоварни тоже типа тоже участвовал нажми на кнопку получишь результат и твоя мечта осуществить молоко первая пауза трюфель пошел трюфель какой на себя хоть посмотреть первый раз в жизни держу в руках трюфель ухты но запах такой интересный интересный такой запах класс а не тени уже но пошла дара интересно такой грибной не знаю аммиачный не аммиачный но грибной с какими-то специями такой интересный запах грибной а и не прохал вармался он не по волокам я по волокам режу а а мы говорили а мы говорили А этот какой-то черненький. Тебе нужно в Афлоренжу на рынок пойти, посмотри как режут трех, ну чертки шоу. А у этого запах такой по насыщенней, у черного. Какой-нибудь повар со звездой Мишлена удавился бы это смотреть. А что делать? Чтобы только так подавать. Ну да, тонюси такими ломтиками на бутерброд или стружечкой куда-нибудь. А тут топором вот так вот, а все это в бочку. Нормально. Так, лабораторная посуда пошла. Смотрите, чё творится? Чё делается-то вообще, а? Ха-ха-ха. И когда мы имеем человеческой внимаемости. Отсутствие труфеля. Кошмар. Кошмар. Труфеля заливают в виски. Кошмар. Поч. В первоначально один из виски. Кошмар. Месяц вот стоит. Кошмар. Кошмар. Месяц будет стоять, да? Кошмар. 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 Больше два. Потому что бочке оно будет где-то истогово, а где-то два месяца. По моему месту будет так? Да, крутяк. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, пахнет пока виски. Ну, отдаст. Да, нет, ну, понятно, трюфель потом отдаст. Да, сейчас пока виски побеждает, но потом появится трюфельный аромат. Ну да, красота. Да, эксклюзив. У меня в руках несколько, несколько сотен долларов. Десятилетний виски и три черных трюфеля. Десятилетний виски и три черных трюфеля. Да, всегда в лоткальнике. Не поставят, я его экстрактив. Сейчас получается просто элементарная экстракция, алкогольная экстракция. Ну, экстракт, да. Это алкогольная экстракция. Это нормальный, нормальный химический процесс, геофизический процесс, который забирает сейчас из гриба, вытаскивает его ароматические масла. Я вообще предлагал усилить, декокцию сделать в виски. Не, ну, в принципе, можно было немножко повыше этанол поставить, чтобы вытащить. Но здесь интереснее, мы сейчас уже дубильная вишна самого виски есть. Там присутствует еще и сам виски. Понятно. Да, который имеет свой уже букет. Окей. Ну, интересно, что получится, конечно, такого. Вот это лучшее разъяснение всем. Ну, это да. Это действительно лучше. Минутка технологии. Да. Доска с маркером. Ага. Движняк начинает набирать обороты. Что у нас есть, пойдем посмотрим. Орган. Орган. Поиграем. Да, поиграем. Немножко наиграть. Баха. Забацаем. Так. Что у нас есть. Балтик Портер. Стаут. Бельген Ипа. Дипа. Апа. Голден Эль. Это до хрена написано, не понимаю. Аббатский Эль. Филснер. Хелес. Фантомас. 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 Это Фантомас. 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 Вы что, забыли его голос? Это же Фантомас. Ну, не понимаете. Фанэра. Светлый лагерь Фанэра. Фантомас. 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 там такая энциклопия по пиву просто капец но сейчас начал заниматься ютубом наконец-то я написал что я занимался достаточно давно да я смотрю канал давно но как-то так и стерни не именно был другой канал порядка 20 подкастов дегустации было у меня забросил меня просто времени не было как-то в youtube особо не верил а сейчас посмотрю лишь а реально классно и прикольно так через youtube и себя раскручиваете людей ну конечно очень много людей сейчас смотрят и как раз у учиться сейчас это схема практически не раскрученная мало кто знает о крафтовом пивоварении хотя она давно уже в украине мы стояли на я смотрю с нашим с коллайдером который пока там такой зоне отдыха находится но тем не менее и сейчас мне не варишь ничего не я не варю мы последнее что варили последнее что выпустили мы в чехии сварили пиво ух ты называется коллаборация была с пивоваром умратится пивоварня мухон выпускается пиво называется трамвай 22 она посвящена самому старому трамвайному маршруту прага вот и мы в таборе не в таборе в чешском бюджете мы заняли четвертое место в категории портер стал еще на одном конкурсе всем данным заняли второе место это коллаборация дам чеки чеки второе место какие второе место она типа на самом деле я не отношусь к этому как типовал какая-то крутая не ну это вау такая штука хочется все таки свое оборудование свое производство и мы сейчас работаешь на инвестиционные проекты бизнес план у нас есть человек который нам это дело он делал там супер грамотно под иностранных инвесторов нет давно пора запустить как большой бизнес ну не такой большой как здесь прям но здесь это завели следующее тяжело допрыгнуть так ты сейчас по каналу планируешь развивать вот какие темы среда обучения обучения интервьюшки хочу делать ну так вот интересная тема ты вот ездишь по чехиям там и еще там наш я езжу а мне лень а сейчас какой-то стимул будет мы поедем на следующий планируется в Будапешт в Берлитт и поедем на первую неделю в Будапешт и там я конечно наснимаю каких-то типа уже знаешь меньше пива больше съемок ну да смотрим канал Андрей Кисель нравится подписываемся ставим ставим лайки да сейчас займется каналом основательно будет среда обучения очень интересные такие рассказы по стилям пива мне вот очень интересно нюансы все отличия там ай-пи-эй от а а вот это вот немецкие стили бельгийские пшенички ну короче все мелочи большой специалист в этом деле Андрей и то есть все нюансы распишет по понятному обычным языком простым народным языком да надеюсь что канал будет процветать для того чтобы представить фанатику загорелась ярко я хочу представить команду которая держит круто черное одеяло черное черное одеяло кто с птичкой нужно кричать слово фанатик фанатик ну друзья классный вечер все было замечательно спасибо этой пивоварне классная пивоварня классные люди классный вечер все очень очень классно замечательно превосходно ну а мы покидаем это гостеприимное место и двигаемся в Харьков ну а и ну и и и и и и